всем привет и у нас сегодня очередная посылка куплена с aliexpress это запаиватель пакетов таких вакуумных пакетов отправлено у нас 25 февраля в принципе дошло довольно таки быстро относительно быстро мы не совсем быстро но вот сегодня 18 марта она пришла в украину в республику крым долго на таможне лежала но дошла давайте откроем посмотрим что он из себя представляет упакован в пупырку и обмотан скотчем взяли обмотали пупырочкой и затем обмотали скотчем такая у нас маленькая штучка честно говоря я думал будет больше по размерам у меня есть советский но он большой такой длинный работает у 220 вольт этот у нас работает от батареек конечно по дороге все помялась упаковочка это не страшно потому как ее все равно выкидывать в мусор надо любимый ножик тяжеленький у нас еще липучки ножки на присосках присосочки крышка не фиксируется да она подпружиненная всегда открытая получается никакой защелочки здесь нету что конечно же неудобно неудобно в плане хранения выключатель светодиод как заявлено работает у нас от 6 пальчиковых батареек ну давайте проверим как она работает возьмем батареечки а эти аккумуляторы можно на болтики крепить на стенку чтобы висела на стене можно поставить присоски и куда-нибудь прилепить включаем закрываем крышку и он включается автоматически и вот светодиод начинает гореть красненьким длина самой спирали небольшая то есть если у нас большой пакет надо будет несколько раз это делать давайте посмотрим как же шим работать как она у нас запаивает куплен он за 9 долларов 45 центов был сейчас он подорожал стоит 11 долларов 74 цента но вроде как продается и 3 доллара скидочный купон смотрим инструкцию написано прижать на 3 от 3 до 7 секунд давайте попробуем положим нажимаем и считаем вот 7 секунд не запаяло еще с другой стороны вот запаяло смотрите пакет у нас запаянный просто толстый через бумагу она не прогрева а если напрямую пакетик то запаивает хорошо попробуем такой пакетик то есть удобно когда вы складываете допустим зелень сюда или еще там мясо или еще что-нибудь и в морозилку на длительное хранение можно сделать вот так запаять и потом уже в холодильник пакет у нас запаялся герметично аккуратненько запаивает хорошо мы видим вот нехромовая нить которая как раз и нагревается нагревается и запаивает пакет а с обратной стороны прижимает типа силиконовая такая резинка которая не боится температуры достаточно мягкая эластичная вот так она прижимает тут у нас выключатель который включает и нагревает а вот это советский запаиватель пакетов которым я говорил вот он такой большой даже не помещается в кадр весь поместился вот его габарит и он называется молния 3 напряжение 80 ватт работа это 220 вольт масса 1 и 3 килограмма и стоил он 22 рубля 87 год выпуска вот это прибор конечно обалденный открывается он таким образом здесь мы видим уже две спирали и с этой стороны у нас переключатель на какую именно спираль переключать будет у нас работать значит вот эта сторона у нас запаивает а вот эта сторона она запаивает и обрезает пакеты насколько я помню по инструкции давайте посмотрим как она будет у нас работать в детстве то я им пользовался о даже включить не могу сейчас через переходничок вот так работает значит как она работает открыли смотрим где у нас на вот эту спираль возьмем вот такой пакетик опять тот же самый закрываем и нажимаем загорается лампочка которая говорит что у нас пошел нагрев все и автоматически выключилась видите если там на он не выключается автоматически китайский то этот выключился автоматически когда у нас все сварилось таким образом получился очень аккуратный запаянный шов и отрезала все лишнее автоматически и шов такой ровненький если же нам не надо обрезать просто мы хотим запаять значит мы переключаем на другую сторону вот на эту также его ложим нажимаем и ждем когда выключится ну-ка хотя с этой стороны может и не выключиться я не знаю инструкции то у меня к нему нету да с этой стороны наверно автоматически не отключится просто ждем несколько секунд и у нас вот заварился край сварил запаялся вот у нас линия спайки вот такая аккуратненькая то есть вот эта штука конечно намного удобнее и практичнее но к сожалению сейчас их уже не делают еще раз проверим на этой стороне да автоматически выключается когда надо таким образом но конечно пристает но может просто почистить надо спираль не спирали нет нет не хромовая потому что не надо и у нас вот ровненький край получается в китайцам до этого еще далеко покажу вам еще вот значок молния 3 еще раз с этой стороны вам покажу шильдик заводской номер такая классная штука он продавался в комплекте с запасными этими накладками тефлоновыми вот они в комплекте идут и должны вот так там спирали запасные вот эти вот проволочки не хромовые они тоже есть вот запасные в комплекте проводочками в советском союзе умели делать очень хорошие качественные вещи сюда давались вот и запасные части для ремонта для самостоятельного их не нужно было потом где-то бегать докупать искать все сразу делалось для людей сколько лет прошло все целенькое все работает я этим прибором работал но пользовался частенько потому что очень удобно делать даже вот обложку на книгу на тот же паспорт на тетрадку там очень здорово потому что главное преимущество что он не просто запаивает а он еще и запаивает и обрезает то есть сделали положили ну конечно не такую тоненькую потолще взяли щелк и получился ровный ровный краешек у нас конечно штука классная и вот китайская рядышком для сравнения все всем пока спасибо за внимание пока пока